Привет, у микрофона Антика, мы продолжаем играть в Марс, и у нас финальная миссия под названием Новое Начало. Остальные нервы и сложности выставлено, и я тут потестировал чуть-чуть перк Метеоритный Дождь, оказалось это полной дичью, потому что просто падают с неба метеориты и дамажат их своих и чужих без разбору. Короче говоря, быстрый экипаж и погнали. Благодарю, Коммодор. Изучив монолиты и данные, добытые с последней станции, я получила ответы на вопросы, мучившие меня всю жизнь. Теперь я знаю, что это за место. В ближайшее время я расскажу все, но сейчас у нас есть дела поважнее. К счастью, я знаю, как нам выжить в сложившейся ситуации. Окей, у нас, видите, сколько направлений будет для обороны. Ресурсов тут, что интересно, ноль. Волны врагов 10 штук. Они наступают со всех сторон, и как мы должны с ними сражаться? Не суетитесь, Коммандор, если моя гипотеза верна, то перед нами подземная база, обнесенная защитным периметром. Обратите внимание, в действующей колонии справа все еще установлен монолит. Вот что не такое. На самом деле источники питания. Так, ладно. Надо отправить людей установить эти источники питания, и все будет хорошо. Если коротко мы сделаем такой некий периметр. Дайте мне поставить генератор нормально. Все, давайте посылаем тогда чувачкам вот сюда вот устанавливать этот монолит. Сразу же тогда вызываем экипаж и оставим техцентр. Вот так. Я там лишних не вытащил? Нет, вроде бы. Ну и так вот будем по периметру бегать и устанавливать монолиты. Замыкать периметр. Пока что лазеры изучим. Наверное, без ракет мы обойдемся в этой миссии. Потому что ресурсы ограничены, их добывать просто негде. Так. Установили. Все, пошло. Все, как я говорила. Продолжайте устанавливать монолиты. Так мы сможем активировать защитный периметр до того, как эти существа сметут его. Очень надеюсь, что вы правы, док. Я так как надеюсь. Так, и, наверное, сигнал в канал слези тоже. Хотя, наверное, канал слези не будем делать. Не пригодится. До конца эту миссию не проходил пока что. Что в самом конце не знаю. Но в начале в курсе, что будет происходить. Так. Тут все уже установлено. Давай сюда тогда. Сейчас экипаж прилетит. Еще трех челиков. Этот экипаж идем останавливать, значит, монолиты. Все, хорош. Еще один. Так, далее вот этот на очереди. И лазеры почти что изучились. Так, лучше не осталось. Ничего нет. Еще один. Тоже, наверное, еще один, да? И тут тоже. Все. Почти что все монолиты мы установили. Ну и будем параллельно потихонечку ставить башенки. Вот у нас уже Тесла готова. Так. Точнее, лазеры. Исследованные ставим вот сюда пока что одну штуку. Дальше. Надо их как-то плюс-минус симметрично расставлять. Чтобы везде они были. И сюда тогда лазер один. Опять меня везде посланы, ребят, это. Тут что-нибудь надо, тут что-нибудь на дом. Все, хорош. Дальше над чем мы делаем? Быстрая поддержка сейчас уже уйдет у нас. Вообще, ребята прилетят. И мы меняем перк чуть-чуть на другой. Все, меняем перк на охоту за головами. Плюс два за каждое убийство. А зомби это нам даст приток ресурсов побольше. С убийств. Так, и рассаживаем ребят уже по башням. Так, нас насчет челиков может быть даже еще можно двух призвать, но видите, кончаются ресурсы. Знаете, еще двух призвем. пригодятся. Не знаю, сколько тут будет башен в итоге. Пока что этот луч разрывает мелких зомби, но я не знаю, насколько он мощный. То есть, разорвет ли он толстяков. Конечно, вопрос. Давайте ускорим. Чуток. пока что так сделаем. Так, скользко не приходит, не приходит. Надо сейчас заметить. осталось и осталось только вот эта штука. Бегу мне сверху. Не, пока не пробегают. Ну что, я думаю, что не буду пока торопиться устанавливать последний, потому что мне нужно ресов накопить какое-то количество. Ну, кто не видел миссии, тот поймет, почему так. Ну, чуть позже. Чуть позже. мы изучили, значит, Теслу. Наверное, больше ничего не буду изучать. Так, пока что сойдет. То есть, они пока приходят и убиваются. Хотя вот эти уже, ребята, опасные, да? С этим я не хочу встречаться, на самом деле. Так, цели стороны уже идут. Блин. Чего, Лазар, ты справишься с ними? Да, вроде-то справляется. Так, ладно. Допустим. Давайте-то еще одну башенку поставим. Как раз Тесла тут очень хорошо зайдет. Штуки. Еще у нас 4 челика осталось. Так, толстые уже идут, да? Толстых разрывает. Отлично. 150. Нормально. Кто там идет? Надеюсь, не крупные. С этими ребятами придется драться. По старинке, без луча. Иначе весь наш фарм пойдет суп под хвост. Так, уже мутант пошел. Слушайте. С мутантом, наверное, не справимся. Ну-ка. Нет, вроде он останавливается тут. Так, ну что там уничтожается. Вроде пока все норм. Девятая волна из 10. Шик оставить. Нет, я на самом деле до конца не понял тут все происходит после того, как мы последний монолит установим или раньше. Сейчас проверим. Сейчас проверим, как это работает. Отлично. Входные замки обозземной базы должны отключиться. Откуда вы знаете? Капитан, вспомните, где мы находимся. На Марсе случайных прохожих не бывает. Все, кто жил тогда здесь, должны были знать о том, что находится там, внизу. Значит, периметр не для того, чтобы не впускать людей внутрь. Он для того, чтобы не выпускать что-то наружу. Сейчас мы выясним, что же именно. Смотрите под ноги. Ну, в общем, как всегда. Так, о коммадору я расскажу вам одну историю. Давным-давно, как обычно, и начинаются такие истории, жил человек, который любил свою страну. Он был необычайно талантливым биологом, идеи которого очень быстро заметили. И вот, государство, только-только отошедшее от большой войны, осыпало его золотом. Лишь бы он только продолжал работать. Так, что было дальше? Непонятно. Ну, чё ж, начинается, в общем-то, неизведанное то самое, чего мы так боимся. По поводу сигнала, слушайте, у меня денег-то вообще хватит на сигнал. Тут, видите, уже нельзя призывать челиков. То есть, можно, в принципе, поставить вот этот канал связи, по идее, там. Я бы поставил ещё лазеров. Получшал генератор бы, но хватит ли генжат? Вот в чём вопрос. Чё-то челиков есть, да? Красный на три лазера. 350 давайте. 350. Так, ладно. Пока ничего тут не изучаем. Это можно, наверное, продать. Дроны не пригодятся, скорее всего. Лазер устанавливаем. Геней не хватает. Где угодно тут можно поставить. Тут два лазера и всё пока что, да? Так, раз, два, три. Ёлочкой горим. Остался один челик. Можно ещё одну башенку поставить. Камеру, блин, не дают дальше отодвинуть. Неудобно. Наверное, тут ещё одну башенку придётся ставить. Больше что где? Ну да, как-то так придётся. Около вот этого лазером. Ладно. Сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Более-менее я готов. лазеров. Ну, остальные резы накопим. Сигнал-то... А, сигнал ещё надо запустить. Сигнал запускаем. Башенки более-менее друг друга прикрывают. Ну чё, всё, можно оскорить. Вторая волна из-за пяти. Посмотрим, как оно будет. выставка получен. Выступ получен. Это уже улучшения пошли. Тут, не видите, все дорогие очи. Так что улучшать будем только нужные нам башенки. пока идут мелкие. 175 улучшения стоит. Погнала. Теперь на очереди у нас Тесла, наверное, хотя Тесла тоже важный элемент на самом-то деле. Тут Тесла не хватает всё-таки, да, чуть-чуть. Но уже не осталось челиков. Будем забирать тогда из других башен, если что. Сейчас важнее лазеры. так, пятая стыки пошла, да? Опасно, опасно. 300. Так, думаю, что можно прокачать. Ну, пока ничего не приходит в голову. 700 на накопечку, на призму. Призму, в принципе, она урона-то не добавляет. Урона 25, сейчас что? Нет, добавляется, добавляется. Так, окей, у нас справа всё готово, то есть тут мы можем в принципе удалить бы, это направление ещё понадобится. Пока оставим. Так, давайте тогда берём перк на полное возмещение. Командор сказал Holy Shit, это знак, страховка 100% возмещения стоимости. Удаляем вот эту глаза. Лазер, да? Так, сверху тоже всё готово. Всё, удаляем тогда. И ставим тут. Бляха, мне тут хватит, вообще нет. Боты идут. Так, лазер. Я, видите, не успеваю чуть-чуть. Тяжко тут, тяжко. Стоит, 75 нужно. Это, в принципе, достанет лазер, но, блин. Он поздно достанет. Ничего не поставить. Так, человек, давай вот ты сюда иди. у них больше нет. Ну что, будем надеяться на лучшее, пока ветер закончится у нас. Нигде их больше брать. А вот и уже идут. Ай-яй, похоже, мы не успеем. Похоже, это конец. Больше ничего не улучшить. Счета нет у нас на харде. Башня херачит. Не, не в того бота стреляют, видите? Все потому, что башни тупые. Ничего тут не поделать. Щита у нас нет никакого. Если бы они сначала вот этого фигачили, потом этих, тогда другое дело. Лаборатории тут огромные, держитесь. Понятно. На чем я остановилась? Перед человеком поставили почти невозможную задачу, получалось, у него медленно, и в конце концов терпение правительства лопнуло. Человека вышвырнули на мороз, работа его жизни списали в утиль. Человек сломался, стал срываться на близких, на родных, и через какое-то время его горе переплавилось в... Не успел прочитать. Короче, его горе во что-то переплавилось. Если что. А, тут забавно, конечно. Весьма забавно, дали нам новые рессы, видите? Снова перестраиваемся. Все-таки, но пути придется ставить что-то. Лазер апаем. Ставим призму уже. И тут надо поставить тогда Тесну. Лаборатории тут, говорит, большие, а мне челиков не хватит, по-моему, сейчас. Ну, все про все, да? Так. А сюда можно челиков забрать, в принципе. Продавать башенку пока не будем. Вот, будем надеяться, что пройдем до конца. Тут зря, наверное, лучше все-таки. Но есть еще можно продать с полным возмещением. Тут два лазера ведь у нас. так, 700. Крио идет, да? Новый противник. Всего лишь два черепка у него. Да, нормальный, я думаю. Он какой-то. Что он делает-то хоть? Ясно, что что-то замораживает, но что? Башни? Непонятно. Тут очень призма нужна. Несколько везде нужна. Да, ну ладно, так сойдет. Вроде справляемся пока что. 700, блин. Ну и мать толпата какая. Ну, мне капс дам. Деньги оставлю на ремонт. Просто охереть не встать. Что происходит вообще? Тут нужна очень призма. ну пока держимся. Здесь вот три лазера тащат. здесь уже все, но удалять башни бессмысленно сейчас уже. Сейчас надо 700 накопить. На еще одну призму куда-нибудь. блин, прорылся. Тут пить дать прорылся. мать фигачки их. Нет денег на ремонт. Фух, убили. Пронесло пока что пятое из Пекина. Спускаемся дальше к ядру Марса. любовь к стране переродилась в ненависть такую сильную и глубокую, что человек нераздумывая бросил женой детей и продал себя империи, разделявшей его ненависть империи, которой до зарезу были нужны невозможные вещи. Человек растворился, даже не попрощавшись семьей. Видимо, сколько тут разбитых биокапсул. Ну что, видимо, финальная волна. Самое страшное, что может быть в общем в этой игре. 3500 отдали. Эй, беда-беда, жаль, не на что это все потратить, потому что скорее всего сейчас мы упремся в технологии. Хотя 200 осталось, видите. даже нет денег на ремонт. Еще подкопим. Так, может что перестроить? Этот лазер бы я поближе поставил, да? 1400. Вот сюда вот. Так, призма пошла. Нормально. Все пучком. Все пучком можно еще этот лазер перестроить. Слушайте, а для его ремонта половина только стоимости вернется. Ну, в принципе, логично так-то. Ладно, не будем ничего перестраивать. Нет сейчас уже времени. Половинный лазер в принципе дамажит так же, как и полный, так что вообще пофигу. пока все хорошо относительно нам. Так, супер криво, хрена остался. Ай-яй, ребятки-то опасные. Сейчас особо мне тут постройку, твою мать Давайте, давайте Куточки 171, бляха Пронесла бить Эй, 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 до шарфла опять добрались скоты Так, у него он взберется чинить Можно еще вот это перенести В принципе, все лазеры к центру надо перетаскивать Было бы Башни какие-то дорогие ведь Терять не хочется их, а что делать? Черт его знает Не успею дронов поставить там Жестко, жестко, слушайте Ну же, твою мать Нет, не хочу переигрывать Так, у меня слабо, Каштан Держитесь, капитан Ладно Так, записки какие-то нашли, дневники, наброски За них семья держалась, поколения сменялись И вот в семье родилась девочка Унаследовавшая Стремление и амбиции своего предка Но лишь доля его таланта И вот Обретя наследие прадеда Миллионных километров от дома Во среде моря чудовищ Она наконец узнала, что случилось с человеком Который любил свою страну Это Тупая история Думал, все завязано как раз на том человеке А там еще и Какие-то правнуки родились Короче говоря Какой-то развод Так, что делать будем? Вот в чем вопрос Этот лазер, кстати, перестроил Поставлю везде дроны тогда Они потихонечку чинятся Так, тут тоже починку поставим Тут уже ничего не сделать, да, с этим зданием Она у нас танкует Так, и попытаюсь еще один лазер Воткнуть где-то ближе К центру Все, образ не пошла Нормально Две волны Так, где еще нужны дроны? Тут нужны дроны, да? Все Остальные рессы оставим на ремонт Может быть, что-нибудь поставить Типа для танкования, опять же? Нет Оставим пока рессы Свободные Которые тоже бы перестроить, на самом деле Чуть не вовремя я это решил, конечно Ну ладно, и так сойдет Все, хорош На самом деле, я сейчас вот подумал Что можно было с ботами-то справиться Как? Просто по радиусу Точнее, по окружности лазера расставить Чтоб они туда-сюда офигачили По идее, можно так было сделать, да? То есть, другую расстановку Не к центру шаттла По окружности Тогда бы Ботов раньше бы заметили В перспективе могли бы убить Ну и так, на справку Если все-таки я решу перепроходить Все это дело Довольно прикольно И побольше челиков, конечно же Челиков явно не хватает Вот опять бот идет, видите? Черт, эти лазеры у меня будут Слегка не удел Поздно они спохватятся Ну, хотя Мне все равно чем-то занято В принципе так Успели Офигеть Вот это интрига, да? Вот это я понимаю хардкор Эй, братишка Ты че это начал-то? Безобразничать Полагаю, что так Так, последняя волна, видимо Точно последняя уже? А, все, конец? Серьезно? Чего ты? Я-то думал Точно последняя волна, видимо Точно последняя волна, видимо Точно последняя волна, видимо Вот такая была игра Делитесь своими впечатлениями в комментариях А с вами был Антик Всем удачки Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok